По две полосы в обе стороны и до 130 км в час. Такими в ближайшие 19 лет должны стать главные латвийские автодороги. Общей протяженностью чуть более тысячи километров. На столь масштабные работы планируют потратить около 5 миллиардов евро из европейских фондов. В Союзе самоуправлений говорят, из-за плохих региональных дорог большим шоссе придется добираться на дронах. Первыми уже в течение девяти лет, то есть к 2030 году, должны быть перестроена Рижская окружная дорога, а также участки шоссе от нее до Сигулды, Елговы и Юрмалы. Плюс шоссе А7 до границы с Литвой от Кековской окружной дороги, которая пока также не построена. Это почти 200 километров путей, в том числе новый мост через Даугаву, который будет построен в рамках проекта Рейл Болтика в окрестностях Саласпиуса. И переправляться по нему смогут как поезда, так и автомобили. Первым мы планируем развивать проект Рижской окружной дороги. Работы уже начаты, мы оцениваем влияние проекта на среду и ожидаем, что строительные работы мы сможем начать в 2025 году и закончить в 2027 году. Общая стоимость первого этапа работ – более миллиарда евро, которые планируют получить из европейских фондов. К 2040 году должны быть перестроены шоссе до Лепа, Венспилса, Айнажи, Даугавпилса и Резакне. Планируется, что путь от любого из этих городов до Рижской окружной дороги должен занять около двух часов. То, что мы сейчас видим, мы приводим в идеальный порядок лишь десятую часть дорог, которые находятся в ведении государства. Однако региональные и местные автодороги государственного значения в более плохом состоянии. Если мы говорим о грунтовых дорогах, то ситуация ухудшается с каждым годом, и к построенным скоростным шоссе придется добираться на дронах. По словам министра сообщения, ведомстве даже подсчитали, сколько средств было бы необходимо, чтобы заасфальтировать все местные дороги. Сумма вышла немаленькая – 4,5 миллиарда евро. И таких денег в бюджете в ближайшие годы пока нет. Важно, чтобы люди из отдаленных регионов смогли попасть в административный центр края. Это было одним из основных условий при реформе. Но до сих пор есть ряд дорог, по которым трудно проехать. На исправление ситуации, по словам министра сообщения, новым краям будут выделены в общей сложности 300 миллионов евро.